Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по Вибройне. Ребят, еду новый район изучать. Там очень много загородных кормилец. Как-то мимо проезжал и их видел. Сейчас еду действовать и их драть. И посмотрим, что там будет. Но ехать мне не близко. Ну что, ребят, еду в неизвестность. Посмотрите, какие дома тут. И вот тут буду сейчас искать загородные кормилицы. Но дорога тут просто, конечно, жесть. Даже мне, блин, будет тут, походу, нелегко ехать. Ну ничего, я видел и похуже дороги на самом деле. Опа, еще одна загородная кормилица вот эта. Зелененькая, пузятенькая. Эх, тут прям, походу, сытно, сытно. Я уже тяги какие-то вижу. Забыл этот фрукт, как называется, фейхуа или как-то так. Такие вот шляпеточки интересные. Я думаю, можно взять, попробовать продать. Да и вот эти, кстати, неплохие. 2100 рублей он даже ценник есть. Босоножки. Возьмем. Состояние люкс. Да, вроде да. Хорошие прям. Опа, техника. Сюда, сюда технику. А что это там такое? Масло какое-то вам протекло. О, боги. Что это за техника? Что это? Ребят, это что-то неведанное. Китфорд. Ой-ой-ой, Китфорд. Из него мед какой-то льется, ребят. Что это такое? А, это масло. Это фритюр, ребят. И посмотрите, что с маслом случилось. Оно пахнет маслом. Оно стало таким, как мед состав. Не, ну это я не смогу взять. Чтоб это взять, это надо отмывать всё. Так брать нельзя. Я всё сейчас, весь багажник в этом маслом залью. Тут вообще очень много всего, как будто. Так, залутаю сперва вот эту кучу. Посмотрим, что в этих мешках. Могут быть медные провода. Ну, либо металл какой-нибудь. Типа алюминий там. Ещё что? Опа. Это просто резина какая-то. Я думал, медный кабель. Эх. Могло быть и медью. Могло быть и медью. О, нифига себе. Это же целый скейтборд, ребят. Смотрите, тут просто надо болты повставлять и закрутить. Колёсики вон хорошо крутятся. Вообще не люфтят, ничего. Болты закручу. Сел, поехал. Обалденно. Его можно рублей за 500 продать. Спокойно прям. Неплохо, неплохо. Что-то я там ещё видел, смотрите. Что это такое квадратное? Металлическое что-то. Охренеть. Ребят, это сейф. Ебать, там что-то есть. Ребят, там что-то есть. Слышите звук? Чуваки, там могут быть бабки, может быть золото. Он закрыт. Ребят, там прям какие-то пакеты. И что-то прям, слышите? Охренеть, ребят. Охренеть. В нём мог этот сдохнуть. Электрический кодовый замок. А ключ люди могли потерять. Он не открывается. Оно должно ж пикать как-то. Ребят, смотрите, он какой весь ржавый. Весь грязный. Охренеть. Что же там лежит? Ребят, в конце видео я его болгаркой вскрою. Покажу, что внутри. Я буду очень сильно надеяться на то, что в нём есть деньги. Охренеть. Ребят, такой интересной находки у меня давно не было. Вообще, это легендарная на самом деле находка. Первый раз в жизни я нахожу сейф. И непонятно, что в нём находится. Ребят, я прям сейчас долутываю эту помойку и еду нафиг в гараж. Я просто не смогу держать себя в руках и не осмотреть то, что там внутри. Именно в конце видео, ребят, покажу, что там. Вскрою его. Охренеть. Камазик тоже, кстати, нифига себе какой. Бульдозер. Вот так положу, может кто-то заберёт, ещё играться будет. Ребят, в детстве я о таком только мог мечтать. У меня игрушек не было. Мне их никто не покупал. Мне приходилось рыться на свалках и себе всякую фигню искать. Всякие игрушки поломанные. Если бы мне, может, игрушки покупали, я, может, и не рылся на свалках. Нифига себе, ребят. Мешочек с интересностями. Так, я смотрю, тут это для труб какая-то штука. Да, возможно, есть интересные болты. Вот, допустим, зарядка на Нокию оригинальная. Вот это денег стоит. Что там ещё? Короче, буду вот так высыплю. Там прям, походу, много всего интересного. Не, лучше разорву. Опа. Нифига. Ребят, вы видите? Охренеть. Какие ножи крутые. Это же набор. Плоскогубцы, правда, они отломаны. Но там есть ещё ножик. Он отвертки всякие. То есть, такой наборчик я себе в мопед положу, чтобы всегда был со мной. И вот ещё второй набор. Тоже поломанный. Но также ножичек есть. И отвертки разные. Вау, диски на болгарку. Ого. А это же антирадар. Помните такую штуку? Раньше было модно. На машину крепили. Оно пищало, если где-то радар на скорости есть. Вот это я не понимаю, для чего. Новые шланги. Смотрите, сколько дисков на болгарку. Так они ещё хорошие. На большую болгарку. У нас, правда, нет такой большой болгарки. Но они тоже пригодятся по-любому. Ребят, по-любому. Такие диски можно отложить. Когда-то болгарка появится. И они пригодятся. Старлайн. Кто-то охранную сигнализацию покупал. А вот эта, кстати, штука тоже денег стоит. Я её заберу. Это обои. Поняли? Вот так катать. Клеить обои. Болтички всякие разные. Можно взять такой мешочек болтичков. Поплавок на удочку возьму. Ручка на окно. Тоже возьму. Ой, капец, ребят. Как меня бесят эти дороги. Встал. Не могу выехать. О, мопед. Посмотрите. Всё. Габелла. Я не знаю, что делать. Это капец. Сейчас попробую кинуть поддон. Чтобы подойти поближе. И как-то попытаться вытянуть. Ой, ребят. Не могу устоять перед кормилицей. Хотя у меня весь багажник уже забит. Но всё равно. Вдруг что-то ценное найду. А то, что менее ценное, оставлю кому-то. Там заберу. А то, что ценнее, заберу. Вот, допустим, Хокку. Сразу колоночка беспроводная. Заколхожена чуть-чуть. Вот провод. Но, скорее всего, она работает. Тесно. Как её включить? Вот так? А может, вот так? Это, я думаю, она рабочая. Динамик-то он целый. И второй тоже. Ништяк. Благодатненько так. Благодатненько. На улице уже темнеет. Ну, это не преграда мне залутать кормилицы. Эх, для такой колоночки место-то всегда найдётся, ребят. Сейчас вот как-нибудь её засуну сюда. Опа. Вот и всё. Ништяк. Сытненькая, скорее всего, бурёночка. Ну, тут, кстати, прям вот кто-то передо мной порылся. Все пакеты позакидывали наверх туда. Ну и чё ты тут нашёл? Ну, пока ничего. Ничего? А ты знал, что без такого пропуска к мусорным бакам в помойках рыться запрещено? Да, если я тебе покажу своё, да. А ну. Показывай. Что там идёт? А. Блин, это мой. У меня были бы с собой, я бы тебе дал. Это понял, мой личный прям. Ладно, давай обменяемся. Давай обменяемся. Что-то у тебя есть. О, о, о. Тогда за это 5 пропусков дам. Я их по 500 рублей продаю. 5, у меня будет. Всё, будет, будет. 100%. Так-то у тебя есть что-то для этих, для сюрприз-боксов моих? Что-нибудь. Чё ж ты выкидываешь? Я ж тебе говорил, собирай мне вот эту технику. Всякие колонки, хуёнки всякую хуйню. Сумки прям, понял? Такое и самому носить можно. А ну, дай гляну. Лё, слушай, а не подгонишь меня? По-братски, а? Спасибо. Неплохая. А вот ты спиннер новый. Ля, ты шо, ты теперь самый крутой на районе. Ебать. Трусики он тоже можно было цепануть, отстирать. А на 3 минуты. Ну, там трихомонады, ВИЧ, всё это, инфекции, да. Это надо тебе. Пять конфеточку. Опа. Помоечка кормит. Нет, нормальная толстовочка такая. Ебать. Опа, опа, анбоксинг. Чё? А, что-то уже пишут тебе на Авито. Что-то хотят купить. Блин, мне уже вещи складывать некуда. Так-то неплохие вещички так-то. Вот такое вот. Хотя сейчас уже не сезон. Вот джинсы. Да, я сюда заехал. Ну, у тебя сколько времени? Восемь. Джинсы запихиваю, чтоб не потерять. Ладно, не буду ваш хлеб сегодня отбирать. Поеду на базу. Подискозы 3000 забирают, которые нашел. А, ну ништяк. Опа. Так, вы нас с хатой, что ли? Вау. Блин, коробка старого Самсунга. Опа. Это что? Такая расческа какая-то очень старая какая-то, советская или чё? Ну, ребят, тут я вижу технику. Охренеть. Это мне на дачу. Капец. Прямо не работает. Батарейки, наверное, поменять. Ну, ребят, прям нахлынуло такое чувство ностальгии. У кого так же, пишите в комментариях. У меня радио такое было в детстве. Особенно много было у меня таких маленьких. Типа Кока-Кола радио на батарейках. Я только в таких музыку слушал. Обалдеть. Прямо ностальгия. Я его себе оставлю. Правда, он что-то там болтается. Ну, скорее всего, рабочий. Этот радиоприемник. Блин, ну капец. Ностальгия. Прямо топ. Крышечка от кастрюльки. Это покупают. А где кастрюля? По идее, должна быть. Если крышку выкинули. Где крышка, там и кастрюля. Но, кстати, её там нет. Вот тут, может, нет. О, вещевидные. Пакетик вещевидный. Так, это я забираю. А это что у нас здесь? Ну, тут что? Шляпеточки вот такие вот. Так. О, коробка от ведюхи с болтичками. Эх. Жаль, видеокарты, блин, нету. Хотя, может, конкуренты забрали. Оу, е-бей-би. Так. Благодатная, возможно, помойка. Я там вижу какой-то... Там телефон. Там на дне валяется телефон. Причём, ребят, очень интересный. И, походу, возможно, редкий. Ой-ё-ё, вон, а Nokia. Ого, 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 ого. Вау. Там вот, короче, вы нас с хатой, ребят. И смотрите. Nokia. Охренеть. Может, он сейчас считается коллекционным? Телефон Nokia. Раскладушечка вот такая. С камерой. С передним экраном. Оригинальный прям. Там от него вроде ещё валяются запчасти. Может, аккумулятор найду. Крышка там точно валяется. Обалденная находочка прям. Так. Что это? Какие-то документы. Шлёпки подзарыганные. Так. Ну, придётся в бак запрыгивать. А что делать? В бак буду запрыгивать. Сейчас искать. Кэшбэк. Так. А вот здесь, что в этом отделе? Ничего. Ого. Телефончик закидываем. Так. В карман. Походу, уже места нет. Не могу ничего закинуть. Ой, багажник. Там, походу, прям жирненько. Вот оно всё. Вот тут всё, ребят. Ой-ой-ой-ой. Ой, целая сумка всего. Вот крышка от Nokia. Ещё коробка. Чуть косметики. Так. Сумочку. Достаем. Вот так извлекаем. И закидываем. Сейчас буду разрывать её. Посмотрим, что тут ещё есть. И буду вылазить. Чтоб в баке не сидеть. Так. Вот тут подлутаем. Так. Там ничего. Вот тут посмотрим. От кальяна, кстати, колба. Её могут купить. Она целая. Так. Колбу беру. Итак, что у нас в этой сумке такого интересного? Сумка вообще интересная. Зеркальце вот такое неплохое. Оно до барахолки не доедет. Выставлю. Может, кто-то заберёт. Оно разобьётся по-любому. Было бы оно более такое винтажное, я бы забрал. Смотрите. Очки для зрения. Это тоже не купят. Щёточку вот такую купят для пяток. Дезик. О, звёздочка. Вот эта вещь. А это что? Духи. Но их там нет. Опа. Какой-то футлярчик. От очков. О, и там очки. От солнца вот такие прикольные, кстати. Правда, не пойму, какой бренд. Они советские, ребят. Это советские очки по-любому. Нифига себе. Так, крышку от Nokia беру. Что тут ещё такого? О, нифига. А вот и чьи-то зубы нашёл. Чьи-то зубки. О, ещё футляр от очков. Ещё одни для зрения. Блин. Ребят, такие тревожные мысли возникают. Странно такое выкинуть. Сумка. Возможно, это... Ну, короче. Ладно, не буду о плохом. Но как-то очень странно эта сумка. Обычно такое не выкидывают. Либо выкидывают, когда это уже никому не нужно окончательно. Ну, не хочу о грустном. Ну, наверное, вы поняли, да, о чём я. Опа. Сука, я поймал тебя за хвост, падла. Сюда. Савочек с веником. Тоже сюда. Всё мне пригодится. Но вот эту Декс под люку я продам за 100 рублей на рынке. Эти утюги у меня уже вот тут поперёк горла встали. Вместе с фенами и чайниками. Такая, блин, находка, что вообще вам показывать такую бибу даже не хочется. Очень часто мы это всё находим. Блин, ну реально. Просто, ну, тихо. О-о-о-о-о-о. А вот это строительное. Мне надо пистолет целый. То, что внутри я выкидываю. А вот эту штуку забираю на целое. Далее. Удлинитель с медным кабелем. Чуть треснутый, но ещё живой побегает. Так, что это у нас? Эмаль для радиаторов отопления. Ух ты, и белая краска. Можно взять. Ну вот самое нужное в гараже, это растворитель. И ацетончик тоже. Ништяк. Вещи очень полезные. Растворителя не особо много, но ацетона полбутылки. Так, что тут ещё у нас имеется? Опа. Ведро для мусора. Смотрите, вот сбоку дырочка маленькая. Так оно целое. В гараж заберу. Мусор складывать. О, это шумоизоляция. Это, ребят. Вот, это шумоизоляция в машине проложена на днище. Выкинули вообще целое. Ребят, я вот это не планировал вообще вам снимать, потому что, ну, кому интересны шмотки, да? Я тут порылся, поперебирал, посмотрел, что за шмотки. И вижу кожанка. И такой смотрюсь, такой, нифига себе, кожа. Думаю, классно, кожаночка сюда. Но потом, когда увидел вот здесь надпись Гуччи, я прозрел, ребят. Она, конечно, слегка подубитая, но это, видно, натуральная кожа. Ребят, на пуговице Гуччи прям чёткая гравировка. Вот здесь Гуччи. Тут Гуччи. Ну, вот пуговица Гуччи. Здесь, посмотрите, ребят, Гуччи. И вот такая эмблема. Эмблема. Здесь всё видно прям кожа, ребят. Прям видно кожа. Тоненькая такая, знаете, кожа. И видно, что ей много лет. Был бы это дермантин, уже прозвалился. Замки топовые, как расстёгиваются, прекрасно. Гуччи кожаную куртку нашёл. В нормальном таком состоянии. Ребят, натуральная кожа Гуччи. А ну, проверим основную молнию. Кстати, бирок, вот тут бирка была, вот видно, отрезали. Зашито тут. Вот внутри всё тоже хорошее, всё целое, ребят. По строчкам, ну, как будто оригинал, всё чётенько. Ну, это по-любому кожа 100%. Проверяем основную молнию. Кстати, молния Ю Ки Кей. Кто шарит, кто шарит за бренды, за стиль. Ну, как проверить на оригинальность. Бренд вот этой собачки и всего вот этого Ю Ки Кей. А это, соответственно, по-любому 100% Гуччи, ребят. А ну, проверяем молнию. Да, вообще, песня как застегнулась. Вот так она выглядит. Ребят, попытаюсь найти в интернете. Это, скорее всего, какая-то старая коллекция. Видно, что этой кожанке уже лет 10, может, даже 20, не знаю. Но состояние у неё видите сами. Найдёте эту кожаночку в группе ВК. Сейчас как раз весна. И вот это как раз по погоде будет. В группе ВКонтакте найдёте. Ценник будет очень-очень сладкий, адекватный для моих подписчиков. Такая куртка может стоить 1100 новая. Я не знаю, старая эта коллекция. Ну, скорее всего, это старая коллекция, не новая. Ну, 1100 такая куртка стоила бы, если бы сейчас продавалась. Охренеть, ребят. Вот это товар. Вот это, я понимаю, находка. Охренеть. Давно такого жира не было. Модненькие. С вас по лайку. Кто секонд-хенды патрулирует, ищет там топовый шмот за копейки, с вас по лайку, потому что я урвал кожанку Гуччи бесплатно. Это тоже, походу, кожа. Прям тоже видно. Ребят, тоже. Вот эту кожаночку отдам бесплатно в комплект Гуччи кожанки. Такую бежевую тоже в хорошем состоянии. Кожаночку бесплатно отдам в комплектик. Ребят, ну просто шикардос. Я в шоке. Ребят, вот этот лид, который я на стриме крутил. Посмотрите, как он едет. Андрей, оператор, любой мопед вообще на заднее колесо подымет. Та вообще аппаратура, ребят. Я в шоке, какая хорошая. Ребят, этот лид куплен за 15 тысяч рублей. Посмотрите, что он мутит. Аппаратура то, что доктор прописал. Медный, антенный, не идет. Говном воняет. Белый пакетик бумажный. Мажорский прям, смотрите. С битым бокалом. Пакет шляпеточек. Ребаки вижу. Это сразу сюда. Так, а здесь у нас что? Адидас. Коллаборация Стэн Мич какой-то. Помянем вот эти вот тяги. Пятки, ребят, мозолистые. Прям такие мозоли кровавые будут натирать. Адидасовские вроде шлепки. Нормальные, кстати. Вот целые возьмем. Рибок 39. В принципе, неплохие вот эти Рибаки. И вот еще Рибок. А Риг тоже 39. У кого-то 39 нога, делаем вывод из этого. По итогу, ребят, раз пара, два пара и шлепки. Все это я продам рублей где-то на 400. Вообще, это, кстати, очень дешево. Это я самые низкие цены вам говорю. Ну, неплохо, хоть что-то. Начало положено. Как вы видите, коробка пустая. Ну, уже не пустая. Помоечка обувает. А тут у нас что? Опа. Вы нас с хаты. Цепанул прям. Ха, антенна телевизионная. Прям так забираю. Это гладить рукава в рубашках. Кто не знал. Свежитель воздуха. Освежим помойку. О, зажигалочка. Или что это, вообще не знаю. Какой-то передатчик. Ребят, думал уже уезжать с загородной помойки. Но тут я смотрю, видите, сквозь мешок просвечивается. Либо посуда, либо техника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И тут тоже. Да тут мешки с хабаром. Ребята, ралитетные находочки. Нифига себе, какая шкатулочка. Да тут советского гора всего. Нифига себе. Это что такое? А, это подстилка, да, походу? Ну тут, смотрите, вот советские какие-то штуки. Крокодильчики. Нифига себе. Всякие патроны. Вон медные провода. Вау. Нифига себе. Это проверять, этот. Электричество. Вольтметр. О, он работает. Охренеть. Какой большой, дорогой такой. Он чисто тут откололся и все. Ребят, сейчас я разгребу эти два мешка. Все выложу и покажу, что в них, чтобы это было быстрее. Ты забор построил? Ребят, сейчас все буду доставать с мешков. Лутик и складывать вот сюда, чтобы вы видели. А ты стой, охраняй. А то сейчас конкурент подойдет, скажет, это типа мое. Не, мы не мусорим. Мы потом сложим и выбросим. О, это от мультиметра эти щупы, ребят. О, ржавый ключик на 10, на 12. Это для антенны какая-то разветвитель. Хама. Прикольно, вообще новый. Ой, я походу тут нагребу всего. Вот еще для антенны штыкера. О, медный кабель там огромный. Ребята, вот это я попал на выностоповый. О, ребят, вот это вещь вообще. Охренеть, он дорогой может быть. Digital Neo-Touch. Вот столько такой кабель стоит. Это оптический звуковой кабель. Прикинь, оптический звуковой кабель дорогой, видно. Какой-то профессиональный как будто. Так, еще патрон. Продать его тоже за 10 рублей можно. Вау, вот это что такое? Ребят, это мешок для денег. Прикинь. Это в этот мешок деньги складывают. В этих банкоматах. А потом вот здесь пломбу цепляют. Мешок для денег. Охренеть. Вот это лимитированная находочка. Такое я в сюрприз бокс положу. Нифига себе тут меди. Смотри, какие жилы толстые. Жесть, тут килограмма 2 меди. А это что за кабель? Это антенный кабель. Но тяжелый тоже, видно, хороший. Он с двух концов, ребят, смотрите какой. Либо это звуковой вообще кабель какой-то специализированный. Это какой-то специальный кабель дорогой. Я не знаю. Вот в этом мотке меди килограмма 2. А медь сейчас по 600 рублей за килограмм. Это уже 1200. Ребят, это наждачка для шлифовки. Для полировки чего-то. Очень тоненькая. Это тоже очень пригодится. Нифига-то, там еще куча всего, я смотрю. Обалдеть. Вот не зря поехал я на загородную помойку. Так, не мусорю. Все то, что мне не надо, складываю в этот мешок. Ух ты. Ой-ой-ой. Охренеть. Ребят, это шлифовальная машинка. Охренеть. Никак в жизни ее вообще в руках не держал. Практил. Ребят, это шлифовать, да? Она от вибрации. Ребят, проверим обязательно. Мы часто пластик от мопедов красим. Шлифовальная какая-то машинка. Даже не знаю, сколько такая стоит. Практюль. Вот столько стоит. Наверное, недорого. Обалдеть. Так, что тут еще? Медные провода всякие. Вон, хорошие. Кусок удлинителя. Кабель для самотыка. Тархун, но в нем какое-то масло непонятное. О, сверло хорошее. Мужики, два сверла хороших. Нифига себе. О, прикинь, это медь. Это медь. Либо латунь, либо медь. О, это что такое? Какая-то непонятная хрень. Я не знаю, что это. Без понятия. Какой-то наборчик. Походу, для чистки оружия. Набор для чистки оружия, мне так кажется. Ребят, скорее всего, да. Такая вот колбочка. Не знаю, напишите в комментариях, что это может быть. Мне вообще непонятно. Конденсатор вот такой огромный. Нифига. Тоже можно взять. Блин. Латунечкиный. Переходник латуневый. Шлифовальная еще вот такая штука. Это тоже дырки делать в плитке вроде бы. Короче, ребят, все забираем вообще. Там еще мешок меня стоит, ждет. Во втором мешке может тоже куча всего. Мешок тоже заберем. Ну что, ребят, приступаем залутывать вот этот мешок. Вот такая неплохая кастрюлька с крышкой. Это мы тоже берем. Вот еще одна кастрюлька с крышкой. Тоже берем. Это покупает по 50 рублей на барахолке. Это какой-то свечной ключ, скорее всего. Так, тут еще какие-то сковородочки. Опа. Ну, сковородочки это классика. Это алюминий. Кстати, очень такие добротные, тяжелые, огромные. Вау. Это для фруктов. Такая миска какая-то. Ее и так можно ставить. А, во, нифига себе. Я думал, это разделочная доска. Это вот такая миска. Да ее рублей за 100 купят тоже. Алюминий. Вон еще сковородочка. А эту что? Тоже какая-то. А, это для сковородки какой-то ручка съемная, видимо. А вот это вот. Это ж вещь очень нужная. Это деревья опрыскивать. Штука специальная, да. Для дачи я заберу, наверное. Если она целая в комплекте. Вот это вообще, ребят, моя бабушка таки использовала для холодца. Холодец, ребят, всегда ел именно таких вот штук. Это для цветов вазочка целая. Неплохо так, неплохо. Нифига, ребят, посмотрите, сколько находок мне удалось здесь извлечь. Вот самое дорогое это вот это, вот это. Шкатулочка и медь. Это вообще топ. Вот же еще два мешка. Скорее всего, тоже с выносом. Ой, 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 ни хрена себе. Чувак, болгарка Декстер. Пусть она и бюджетная, чувак. Это болгарка, блядь. Охренеть. Иди собирай все. Ребят, вот такая болгарка Декстер стоит вот столько. Ух ты, что это вообще такое? Что это? Коробочка с болтичками, ребят. Да я это тоже заберу. Нифига себе. Обожаю загородные кормилицы. Капец, это вынос с гаража, походу. Блин, меня б туда позвали. Вон там еще, смотрите, посуды сколько, охренеть. Так, ребят, ну, давайте я, в общем, все подостаю, что ценное. Уже потом покажу, потому что это очень затянется долго. Может, тут еще техника будет. Вот, допустим, тубус этот какой-то для очков, что ли. Он пустой. Офига себе, какие гвозди. Ребят, высыпал все с этого мешка в бак. И посмотрите, какие гвозди. Это я отложил, это заберем. Так, гвозди, смотрите. Куда? Куда? Так, смотрите, какие-то ключи здесь. О, подожди. Насколько я помню, это, походу, герметик. Это топчик. Вот это берем. Ключей тут очень много различных. Есть вот даже такие латуневые, которые я точно возьму. Латуневые ключики. О, нифига себе, Лада, от машины ключ, ребят. Ребят, вольтметр. А, амперы мерить. Амперометр вот такой большой. Ампераж замерять. Вот это купят. Это вообще ценное. А вот тут что-то непонятное в мешке. Лото или какие-то запчасти. Вот болты тоже неплохие, какие-то интересные. О, ключ от машины, смотри, тоже. От Мерседеса. Прикинь, от Мерса ключи. Там значок, вон, Мерседеса на ключе. Ключи какие-то очень интересные. Особенно вот этот, посмотрите. Для какого-то огромного замка еще с номером. Так, ребят, есть еще один мешок. Давайте его тоже вываливать и смотреть. Что-то там, походу, тоже интересное. Тут, походу, в этом мешке посуда. О, не только посуда. А это же вроде фонарик. Да, такой фонарик прикольный на батарейках. Светильничек вот такой. О, вот эти штуки вообще дорого покупают. Вот эти тоже. Это для фруктов всякое такое. Это для документов. Какая-то папка. Юридическое агентство. Скотта юридического агентства. Он устав. Ну, это мы не будем показывать так. Это я не знаю для чего. О, весы. Кухонные весы тоже возьмем. О, часы вот такие. Да, вообще капец находок. Чисто на одной помойке затарились. Ой-ой-ой, ребят. А вот это уже ценное. Лампа на 220. Вот такая огромная. Она очень яркая. И у нее целая вот эта вот штука. Спираль. То есть лампочка будет светиться. Я это очень сильно постараюсь довести. Чтоб она уцелела. И в гараже, там во дворе где-то установлю эту лампу. И будет у нас там очень яркий свет. Сейчас еще мне надо будет все находки паковать. Вот кастрюлечку такую купят. Рублей за 100. И чайничек. Да. Тут вообще песня. Ну что, ребят, наступает момент истины. Вот этот сейф закрытый. Весь ржавый. Что же там внутри? Давайте я его уже распилю. Потому что ждал я этого момента долго. Кстати, смотрите, что я тут заметил. Какая-то дырка. Возможно, его пытались пилить или что-то делать. Короче, я решил, думаю, лучше всего будет вот здесь делать надпил. Потому что вдруг в нем полка посередине. Если я сверху выпилю, я не доберусь к этой части. Все, вроде он не толстый. Но по-любому болгарка его возьмет. Ну что, погнали. Ребят, ставьте сразу лайк. И пишите ваши версии в комментариях, что же в этом сейфе. Но я, конечно, думаю, что там деньги. Либо, возможно, пистолет или еще что-то такое. Ну, губозакаточную машиночку, может, я там найду. Ну и бибы за шиворот. Ребят, там какой-то пакет. Какой-то пакет вижу. Что в этом пакете? Так. А, это документация на этот сейф, серийный номер. Там что-то такое. И пакет какой-то. Ребят, какой-то пакет. Что это? Все, там больше ничего нет. Кстати, возможно, я смогу его вскрыть и пользоваться дальше этим сейфом. Заварим. Что это такое? Ебать. Офигенный миллион долларов, ребят. Офигенный миллион долларов. Просто три печати зарыганные. Три печати. Гнилые вот такие вот. Аж прогнило дерево. Капец облом, ребят. Может, хотя бы сейф хоть получится себе оставить. Печати такие прям уже их черви поели как будто. Если, кстати... А, вон там батарейки. Все ржавые внутри.